И сегодня с ней называется побег из курятника новость, потому что вы видели там фотографии граждан Молдавии, каким-то образом они в Истре оказались все в одном изоляторе, мало того в одном изоляторе, в одной камере, оказалось, что в этой камере не закрыли кормушку так называемую, кто бывал в таких камерах, понимает о чем речь, вот у меня даже Варвара бывала, когда на свидание ко мне приходила, она знает, что такое кормушка вот эта, и там был как раз убийца, ну как считают убийца, колбасного короля Маргулова, значит Мавриди его фамилия, Александр Мавриди, помимо него еще было, значит, несколько человек, всего тут пять человек свалили, да, то есть такой фулл хаус получился, пять человек, да, и пишут среди них опасный преступник, задержанный за покушение с арбалетом на бизнесмена и прочее, прочее. Ну как-то я вот, честно говоря, сам не воспринимаю его как опасного преступника, для меня это такое интересное развлечение, побег всех этих чертей из ИВС в Истре. Понятно, что им кто-то помогал, понятно, что они каким-то образом вылезли через кормушку, но если кто-то видел в тюрьме кормушку, то понимает, что это бесперспективное занятие, надо быть очень худым, там на фотографиях видели какие морды, то есть там точно не пролезешь. Вот, ну, я так понимаю, что мы оказали содействие, сейчас уже двое работников изолятора задержаны, есть видео, как они прошли по территории, а дальше видео нет, потому что камеру, которая висела на торце этого изолятора, срезали, то есть срезали провода. Да, и те люди, которые несли дежурство и должны были смотреть в эту камеру, они же понимали, что если стал экран черный, что что-то произошло, да, да и чтобы камеру срезать, к ней надо как-то подлезть, а чтобы подлезть, ты попадешь в поле зрения, поэтому это очень интересно. Это в Мавриде уже несколько раз называли Мавроди, да, смешно. Вот, и я так понимаю, что провода-то обрезали те же самые люди, кто помог им совершить побег. Ну, будем выискать больше информации, да, но уже само по себе вот это событие очень интересное, да, то есть видите, те люди, которые работали в изоляции, ну, они, наверное, были подкуплены деньгами или какими-то посулами и так далее. Вот, когда мне рассказывают, что путинские там вертухаи, они ни в коем случае там не совершат против режима никакого преступления, да, ну, того, который режим считает преступлением, это не так, как видите. То есть они сделали все в пользу вот этих вот заключенных, так их назовем, и те смотались. Я не знаю, сколько они поймают из этих заключенных, но я думаю, что те люди, которые готовили этот побег, они такие вещи учли. Я думаю, что их уже вывозят из России, ну, в Молдавию или куда, я не знаю, ну, может быть, в том направлении, конечно, потому что там им легче всего скрыться. Это очень, конечно, интересно, особенно, я говорю, срезанные вот эти вот камеры, которые, ну, если там вот эту кормушку случайно, как говорят, оставили открытой, то все остальное тоже случайно? Конечно, нет. Это показатель того, что путинский режим сгнил окончательно, и меня спрашивают, кто мог помочь им, ну, как кто, тот, у кого есть деньги, кто остался на воле. Ну, я бы вот, если был следователем по данному побегу, я бы сказал Шаршеля, да, ищите женщину. Я даже предполагаю, какую, точно не вот этих кренделей, которые там сидят за какие-то мелкие уголовные преступления. Поэтому посмотрим, как это будет развиваться, но что на воле есть сообщники, эти сообщники влиятельны, что они помогли убежать из изолятора, который очень хорошо охраняется, это факт. Вячеслав, думаете, это готовые убийцы для нового президента Молдовы? Ну, посмотрим, по какой причине они сбежали, это очень интересно, как все будет, да, отработано, потому что, да, ну, достаточно сложно валить. Ну, я говорю, первую, первую, вот, в ряду, так сказать, следственных версий, первую я бы поставил то, что помогли, ну, какая-то дама помогла, да, тому вот, который из арбалента стрелял. Это было первое, чтобы я отрабатывал, да, если там ничего бы не нашел, то вторая версия, да, что это помощь спецслужбам, вы тут правы, вполне допускаю, что спецслужбы тоже могли помочь свалить для каких-то своих целей. А, знаете, вот мы говорим по поводу, как убежали, интересно, из этого из изолятора выстрел, сбили замки и ушли. Чем же они? Членом сбили замки, чтобы замки сбить, нужно представлять, в тюрьме. Нет, сломали форточку, форточку сломали, сбили замки, ну, это обхохочется просто. Такие вещи пишут. Вячеслав Побег из изолятора, это этап подготовки убийства нового президента Молдова. Ваше мнение? Ну, не исключаю, надо больше информации, не исключаю ничего. Как я говорил, я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Продолжение следует...